Сколько стоит, кто приносит, кто готовит и на сколько хватит. Это о питании на Евромайдане сегодня. Алена Центила с подробностями. Чай и кофе – два самых популярных напитка на Евромайдане. Их разносят волонтеры. Но хватает не всем. Холодно. Наливают из кофемашин. Бесплатно. Спасибо. Мы раздали за три дня три пакета здоровых. Три пакета чая. А кавы? А кавы – два с половиной килограмма. Раздавать ли и сколько – каждый предприниматель решает сам. По словам Алексея, цены на кофе позволяют делиться с митингующими. Грубо говоря, три кофе продал, пять может подарить. Полтора десятка кафе тоже предлагают митингующим теплые напитки. В этом всегда на готове 20 литров чая и 10 кофе. На то, что гости с Майдана будут что-то заказывать, тут не рассчитывают. В большинстве случаев нет. Некоторые приходят даже со своими продуктами. Конечно же, выбуток. Правда, во сколько обходится такая благотворительность, тут не признаются. Нечаем единым и митингующим на Майдане предлагают и перекусить. Бутерброды на любой вкус и даже горячее. Отсюда из здания Дома профсоюзов выносят буквально каждые несколько минут. Но сначала сюда несут пакеты и сумки с продуктами. Наталья накупила на 170 гривен. Крекеры, яблука, сыр, колбаса. На пункте приема продуктов целая очередь хлеб, чай, сахар, сладости, бульоны, сало. Рядом собирают деньги. Василий бросил 700 гривен. Вот раскладывают по тарелкам кашу. Рисовой получилось 12 порций. Не раховала. Вот знаете, там те было дома, то пришла, там трошки докупила. Ну, мелочь. А тут варят борщи и каши профессиональные повара. Меню впечатляет. На съеданок у нас каша горячая, она была с тушенкой. А на обед будет сердечки, котлетка. Борщ украинский, суп гороховый, суп харчо, рисовый. Это 2 тонны, уходит, допустим, за каких-то 3 годины. Первых блюд сварили 10 тысяч порций. Свои запасы на самый край тримаем, а вдруг не дадут, а вдруг кинчится супчик. Пока что Майдан насыщен иной пищей, и супчики тут ни при чем. Алена Центила, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер. Субтитры сделал DimaTorzok